Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередной стример для хищника, который будет выполнен немножечко в необычной технике и с применением смешанных материалов, таких как мех и перо. Давайте приступим. Я вам в процессе буду всё-всё рассказывать. Я взял крючок 1.0, сделал его не зацепляечкой, выточил латунный конус и дополнительно огрузил свинцом, для того, чтобы мой стример в готовом состоянии весил порядка 5 граммов. Для рыбалки, будем говорить, обыкновенным спиннингом. Теперь, для изготовления хвостика, нам с вами понадобится мех-писца. Мех нужен будет белого, и немножечко нам понадобится красного цвета. Вначале возьмём совсем немножечко, небольшую щепоточку, дабы обозначить анальные плавнички, щепоточку красного меха. Если по каким-либо причинам у вас нет в наличии меха или других каких-либо материалов, этот стример можно изготовить полностью из пера. Взял вот такую щепоточку меха, приблизительно по толщине, не больше ампулки. Подхватываю пока здесь, ничего пока больше не предпринимаем. Вот такая кисточка должна получиться. Белый мех должен быть значительно длиннее того меха, который мы установили в начале красный. И приблизительно в два раза пучочек должен быть наш толще. Мех желательно подбирать так, чтобы он был как можно больше эластичный, имел хорошую подвижность. Если по каким-либо причинам нет, повторю, можно использовать вплоть до изготовления резинки, чего угодно можно представить к хвостику, для того, чтобы искусственный мех очень даже хорошо. Промажем немножко клеем. Вот такой пучочек, но значительно длиннее, в два раза толще. Я прикладываю сверху. Материал будет крепиться один над другим. Подхватили, слегка прихватили его. Вот так оставили. И теперь я возьму, но гораздо меньше уже по толщине, чем мы ставили снизу, опять щепоточку красного меха. Можно использовать кролика, если длина волокон будет позволять. Опять промажем немножечко клеем. Должна выйти вот такая у нас симпатичная кисточка, которая в воде примет красивый вид. И для дополнительного привлечения нашего хищника я взял вот такой блестящий плоский голографический люрекс. С вами добавим пару прядей со всех сторон. Вот как вы видите, вышел у нас вот такой хвостик, который в воде будет дополнительно привлекающим элементом. И можем приступать теперь к изготовлению тела. Тело я буду изготавливать с использованием даббинга. И вот у меня есть кусочек крашеной куропатки. Также можно использовать, если по каким-либо причинам у вас отсутствуют перья, можно использовать вот остатки перьев гризли, пуховые. Что вы подберете для себя? Я изготавливал отчасти такой стример, когда у меня было в достаточном количестве пиро-цесарки. Очень красиво смотрелся из пиро-цесарки. Изготавливать можно с разных материалов. Давайте изготовим ее из куропатки, так как это более подходящий материал для большинства вязальщиков. На месте крепления я возьму щепоточку красного даббинга, который остался у нас из-под шерстка. И аккуратненько закроем место крепления. Вот так. Никаких больше блестящих элементов мы не добавляем. Теперь мы возьмем с вами, подберем парочку перьев, из куропатки, так, чтобы у нас они были хотя бы приблизительно чем-то похожи. Слева, справа подберете, вот, допустим, как я. Беру вот такое перышко. Но желательно выбрать у хвоста так, чтобы было перо побольше, а потом мы будем брать перышки поменьше. Не жалейте время, подберите лучше заранее перышки. Вот я подобрал одно вот такое перышко и креплю его здесь, где мы с вами закрепили даббинг, так, чтобы мое перышко было параллельно цевью. Подхватили. И вот так оно должно оставаться, пока ничего не убираем. Подбираем второе перышко с другой стороны. Подобрали и крепим точно так же, с другой стороны. Следим за тем, чтобы наши перья не прокручивались и не заворачивались. Теперь можно отрезать и остатки удалить. Как вы видите, если мы будем дальше продолжать изготавливать тело из одних перьев, выйдет немножечко скудненькое у нас с вами тело. Поэтому для того, чтобы этого у нас не получалось, я беру черный мех песца, совсем-совсем небольшие щепоточки. И с вами будем черный мех песца вот так устанавливать сверху. Снизу ничего мы не устанавливаем. Так как у нас спинка темненькая, нас это вполне устраивает. Берем щепоточку черного меха песца, вымеряем так, чтобы высота его была приблизительно равна загибу. Может быть, несколько будет у нас с вами чуть-чуть больше, но не меньше. Крепим этот мех здесь сразу, где мы закрепили наши перья. Может покажется для кого-то с заморочкой, но довольно-таки симпатичный потом выйдет стример. И у нас с вами должна выйти вот такая симпатичная кисточка. Закрепили. Берем теперь совсем немножечко, промажем клеем. Буквально добавим капельку. И берем опять небольшую щепоточку красного даббинга. Красный, розовый, это как вы уже для себя подберете, друзья. И вот так немножечко скрываем место крепления нашего меха. Подбираем опять парочку перышек. Да, вы не ослышались парочку перышек. Потому что в районе груди животика мы должны сделать несколько с вами пышнее. Устанавливаем наши перышки с одной, с другой стороны. Остатки удаляем. Как вы видите, бок у нас все время должен повторять наше пиро куропатки. Теперь берем с вами опять промотаем даббингом красным. И добавим наш мех. промажем клеем. классным. И уarsен клеем. И вот, И вот, И вот, давай, давай. И вот вот, Классим, давай. И вот, вот так и промотаем красным даббином и промотаем красным даббином несколько другое перо это я подготовил по остаткам вот такое перышко гризли но наверное мы с вами возьмем сейчас сделаем из целого пера опушечку опушка должна быть достаточно объемной и большой но прежде чем наматывать перо мы должны с вами полностью все вот это от оставшееся места закрыть даббингом так же как и все тело изготавливаем из красного из красного даббинга и нить оставляем у конуса теперь берем наше перо и по возможности так чтобы как можно большее количество оборотов вышло нашим пером в начале выполним один полный оборот и дальше как можно чтобы был пышнее выполняем нашу обмотку вот так хорошо если попала часть пуховых перьев это не страшно они на поклевку не повлияют закрепили перо уводим обратно все перья нанесу на нить капельку клея и сделаю завершающий узел в миску поехал и 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Остатки вот таких вот перьев, которые вот у меня остаются. Если делать вот такой вырез, вот такой вырез. Точно так же можно вот таким вырезом изготовить полностью все вот это вот тело. Чтобы вы знали насколько, допустим, вот до пуховой части спокойно можно вот так вот закрывать бок, пожалуйста. И у нас дополнительно еще готова вот такая будет мушка. То есть фантазии больше чем достаточно. Но учитывая то, что мы изготавливаем для хищника, поэтому я ее изготовил значительно крепкую. Для того, чтобы как можно дольше в зубах она продержалась. На эту мушку ловится также сазан, чтобы вы были в курсе дела. Если изготавливать в меньших габаритах, спокойно можно ловить плотву, красноперку и другую рыбу. Про окунь я уже не говорю. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.